Привет, пионеры! Добро пожаловать на просмотр еще одного обучающего видеоролика, подготовленного основной командой. Учитывая, что недавно мы выпустили новый дизайн кошелька PI, была начата миграция в основную сеть, облегченная кошельком, и пионеры, которые перешли в основную сеть, теперь могут переводить PI через свой кошелек, мы представляем учебное пособие по кошельку PI. Сегодня мы расскажем тебе о том, как создать свой кошелек, что является необходимым условием миграции в основную сеть, включенную в контрольный список, и использовать его для реальных транзакций в основной сети. Мы так рады за первопроходцев, которые перенесли свой переводной баланс PI в основную сеть или находятся в процессе этого, чтобы, наконец, один управлял миграцией своей основной сети и получал реальную криптовалюту PI в свой кошелек, два переводили PI между первопроходцами за товары и услуги, и три тратили PI на товары и услуги через очень скоро появится приложение PI. Эти начальные утилиты помогут в дальнейшем развитии и начальной загрузке экосистемы приложений PI в течение текущего и закрытого периода работы сети PI Network. Во-первых, мы покажем тебе, как создать свой кошелек. Если у вас уже есть кошелек и вы надежно сохранили кодовую фразу кошелька, вы можете быстро перейти к следующей части видео о том, как перемещаться по пользовательскому интерфейсу кошелька. Чтобы создать свой кошелек, нажмите на значок гамбургера в левом верхнем углу главного экрана приложения для майнинга, чтобы открыть меню. Нажмите PI-браузер, а затем войдите в PI-браузер. Для следующих шагов по созданию своего кошелька убедитесь, что вы загрузили браузер PI, созданный компанией PI Community, из магазина приложений iOS или магазина Google Play. Браузер PI — это ваша универсальная точка доступа к экосистеме PI, где вы сможете тратить PI на товары и услуги, а также использовать веб-приложения 30. PI — серверная часть которых взаимодействует с основной сетью PI. После открытия браузера PI вы попадете вот на эту страницу каталога PI, где перечислены важные приложения, к которым можно получить доступ пионерам. Нажмите «кошелек», нажмите PI, а затем сгенерируйте кошелек и помните, что не нажимайте кнопку «назад» до тех пор, пока не завершите этот процесс. Теперь, когда ваш кошелек и кодовая фраза кошелька сгенерированы, обратите внимание на эту чрезвычайно важную деталь. Ваша кодовая фраза используется для разблокировки вашего кошелька. Из-за того, что этот кошелек не связан с хранением, компания PI Network не ведет учет кодовой фразы вашего кошелька на своих серверах. Так что потеря вашей кодовой фразы сродни потере всего вашего кошелька вместе со всеми находящимися внутри активами. Для удобства использования у вас есть возможность использовать биометрические функции, такие как идентификатор лица или отпечаток пальца, в зависимости от типа вашего телефона, для разблокировки кошелька. Однако, пожалуйста, не рассматривайте это как замену защиты вашей кодовой фразы. Биометрическая функция не будет перенесена на новое устройство, что может привести к потере вашего кошелька, особенно если вы потеряете свой телефон, если у вас нет записи вашей кодовой фразы. Еще раз повторяю, не потеряй и не забудь свою кодовую фразу. И не делись ее ни с кем другим, потому что тогда они смогут получить доступ к твоему кошельку и перевести все твои деньги из твоего владения. На следующей странице ты увидишь адрес своего кошелька и настройки конфиденциальности, которые тебе нужно подтвердить. Адрес вашего кошелька – это ваша публичная идентификационная информация в блокчейне PI, которую, в отличие от парольной фразы, другие пользователи или приложения PI могут видеть и использовать. Когда вы отправляете им PI, тратите PI на их приложение или получаете PI от них. Мы рекомендуем тебе установить для этого параметра конфиденциальности значения с возможностью поиска по имени пользователя. В будущем будет реализована удобная функция, которая позволит другим пользователям искать ваше имя пользователя PI напрямую, а не по длинному адресу кошелька, чтобы отправить вам PI. Выполнив эти действия, вы успешно создали свой кошелек PI у OLED. А теперь мы познакомим вас с интерфейсом кошелька и с тем, как он функционирует. Давайте вернемся к экрану каталога браузера PI Browser. Нажмите на PI у OLED еще раз, чтобы увидеть свой успешно созданный кошелек. Войдите в свой кошелек с помощью кодовой фразы кошелька или биометрической аутентификации, и вы увидите здесь новый интерфейс кошелька. Если вы нажмете здесь, вы попадете на страницу, где сможете увидеть статус вашей биометрической аутентификации и кодовую фразу вашего кошелька. Далее мы покажем вам, как получать и отправлять PI платежи через ваш кошелек. Чтобы получить PI платежи, нажмите здесь, где вы сможете скопировать свой общедоступный адрес PI кошелька и поделиться им с другими пользователями. Еще раз повторяю, хотя ты можешь поделиться своим общедоступным адресом кошелька PI, пожалуйста, имейте в виду, что никогда не делитесь парольной фразой своего кошелька. Обратите внимание, что, как и в любом другом блокчейне, все транзакции публично видны в блокчейне PI. Чтобы отправить PI, нажмите здесь. На этой странице, чтобы отправить другому пионеру PI, вы можете ввести адрес его кошелька здесь, а затем сумму PI, которую вы хотите отправить здесь. Все очень просто. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть правильный адрес кошелька первопроходца-получателя. В противном случае отправленное вами электронное письмо случайно попадет не тому человеку. Минимальная начальная комиссия за транзакцию составит 1 цент за транзакцию. Пользователи могут увеличить плату, которую они платят, если блокчейн перегружен, чтобы их транзакция была приоритетной. Наконец, чтобы протестировать транзакции PI без использования вашего реального PI, вы можете нажать здесь, чтобы получить доступ к своему кошельку Testnet. Этот кошелек Testnet можно использовать только с тестовым PI, который не имеет абсолютно никакой ценности и существует только для целей тестирования. Он часто используется разработчиками приложений PI при тестировании различных функций своего приложения. Желаю тебе повеселиться. На сегодня это все, пионеры. Спасибо, что посмотрели, и мы очень рады увидеть функциональность кошелька PI Minnet на практике. Создайте свой кошелек, пройдите проверку KYC, перенесите свой переводимый баланс PI в Minnet. А затем мы увидимся с вами на другой стороне экосистемы приложений PI.